Автор у нас сегодня Ник Вивер, статья «Интуиционизм. Парадокс лжеца». Статья скорее даже, ну, в основном про доказательства и про то, как подход к интерпретации формулы пропозиций с точки зрения доказуемости, ну, то есть доказательств, как он помогает бороться с парадоксом лжеца в рамках интуиционизма. Ну, для начала он говорит о том, что доказательства вообще очень важная штука для интуиционистов, они их интерпретируют как объекты, вот, но есть проблема с вообще общезначимостью доказательства, есть проблема с доказательством, которое синтактически корректно, есть семантически корректно, и вот он отмечает, что основная штука, она в том, чтобы доказательства были семантически корректны. И вот он для начала говорит, давайте рассмотрим более детально идею, что всякое общезначное математическое доказательство – это доказательство, которое может быть формализовано в теории множеств Цермела Фрэнкеля. Цермела Фрэнкеля, он берет, как я понимаю, потому что, ну, это основная такая система в рамках математики, ну, и говорит, что вообще-то как бы есть с этим подходом некоторые проблемы, потому что если мы утверждаем, что все аксиомы Цермела Фрэнкеля общезначимы, все теории множеств Цермела Фрэнкеля, то в дело вступает Гёдель с теоремой о неполноте. И тогда получается, что в рамках теории Цермела Фрэнкеля это недоказуемо, а то есть недоказуемо, что все теоремы там общезначены. Вот, то есть нам в итоге получается, что нужна не только теория Цермела Фрэнкеля, но еще что-то, то есть доказательство того, что там все общезначимо. То есть у нас получается Цермела Фрэнкеля еще плюс что-то, то есть это некоторая более сильная формальная система. Этого бы не хотелось. Ну и с другой стороны, если мы будем, предположим, что мы не знаем, что все аксиомы в системе Цермела Фрэнкеля общезначимы, ну тогда у нас как бы вопрос с общезначимостью вообще очень сомнительно выглядит, и это совсем не то, чего бы нам хотелось. И он говорит, Вивер говорит, что это вообще-то как бы верно для любой формальной системы, не только для Цермела Фрэнкеляевской системы. В любом случае, если все аксиомы системы С общезначимы, то в рамках этой системы это недоказуемо, а если нет, то все плохо. Вот, соответственно, он говорит, что вообще-то из этого можно сделать некоторый вывод о том, что раз вот эти вот самые общезначимые доказательства, они в рамках доказательства общезначимости, точнее, всех аксиом теории, самой теории сформализовать нельзя, то нам нужно, то получается, что мы всегда выходим за рамки какой-то конкретной формализации. Это проблема. И он эту проблему развивает следующим образом. Ну, для начала короткий вот этот вот посажил про то, что вообще как бы означает ли что-то понятие доказательства. Вот, потому что может быть это как бы просто опять техническая штука, формальная игра с символами и ничего более. И тогда как бы вообще зачем поставить эту проблему и так далее. Но математики верят, что есть бесконечное множество простых чисел и что евклидовое доказательство этого факта, оно общезначимо не только в синтаксическом смысле, то есть не только в рамках какой-то, опять же, игры с символами, а общезначимо в семантическом смысле, то есть оно содержательно общезначимо. Вот, то есть хардкорный формализм, конечно, можно применить, но это немножко противоречит нашим общим интуициям и вообще положениям дел в той же самой математике, да я думаю, не только в ней. Здесь он обращается, потом он обращается к такому понятию, дамитовскому, неопределимое расширение. Я примерно так его перевел, не знаю, правильно это или нет. Что это такое? Это означает, что у нас есть целое такое множество понятий, которые как бы неопределенно всегда расширяются. Что это означает? Это означает, что всегда для таких понятий можно найти хотя бы что-то такое, что не было нами схвачено в рамках наших каких-то определений изначальных. И те объекты, которые мы изначально считали помещенными в это понятие, это не все, что в это понятие помещается. Вот, то есть это такие некоторые размытые понятия. И вивер говорит, ну это очень полезно, потому что тогда получается, что общезначимое доказательство – это вот такое самое понятие, расширяющееся. Так, то же самое можно сказать, например, про понятие множество. То есть, ну и другие понятия, которые такие достаточно проблематичны. Вот, что, как вообще можно говорить-то о таких понятиях? Ведь это такое очень ускользающая какая-то штука. Дамит отмечает, что нам нужна интуиционическая логика для этого. Для того, чтобы квантифицировать над вот этими самыми, не то чтобы неопределенными, а непонятными вот такими понятиями, где непонятно, что есть. Далее вивер вводит проблему доказуемого парадокса лжеца. И в чем здесь вообще проблема заключается? То есть эта проблема, эта версия парадокса лжеца, она звучит следующим образом. Представим, что L – это предложение, что это предложение недоказуемо. Оно парадоксально в том же самом смысле, в котором парадоксален и классический парадокс лжеца. Но если мы берем интуиционистскую логику, то мы принимаем закон исключенного третьего. И мы не должны принимать тогда высказывание, принимать разделение, что либо L доказуемо, либо L недоказуемо. Может быть, это является путем для того, чтобы избежать парадокса, но, к сожалению, нет. И вот он говорит, что легко увидеть, что мы можем вывести противоречие, используя чистую интуиционистскую логику, даже не применяя исключенное третье, закон исключенного третьего. И вот здесь я выделил как раз, как это примерно делается. Сначала проверим, что предположение о том, что L доказуемо, ведет к противоречию. И потом выведем из этого, что L недоказуемо. Это доказательство, что L недоказуемо, и таким образом это доказательство L. Таким образом L недоказуемо, что ведет к противоречию. На самом деле, примерно то же самое, что и происходит с классической версией парадокса ложится. Ну и вот он говорит, что это вообще достаточно серьезная проблема для понятия неформального доказательства. А прямое участие этого понятия в парадоксе выглядит как прекрасная причина, чтобы предполагать, что это понятие на самом деле ничего не означает. И не нужно, и не стоит с ним связываться. Вот. Ну и он говорит, что вообще-то как бы да, действительно все так и есть, и он не будет защищать интуиционистское доказательство против этой атаки. Но он говорит, что надо просто переопределить понятие доказательства. То есть на самом деле доказательство это некоторая эвристическая штука. И вот весь второй пункт у него будет именно про это. А вот он говорит, что интуиционисты делают ошибку, когда предполагают, что общезначность доказательства разрешима. Ему кажется, что это вообще против основных интуиционистских идей. Говорит, представьте, что интуиционисты скажут, что мы прямо сейчас принимаем, что проблема Гольбаха имеет определенное истинностное значение. Для того, чтобы сделать это, они должны согласиться, что, во-первых, есть доказательства для этой проблемы гипотезы. Второе, что есть контрпример. И третье, что есть как минимум процедура, которая гарантирует выполнение после некоторого конечного количества шагов, что мы получим один из двух первых пунктов. То есть либо доказательство, либо контрпример. То есть доказательство для опровержения. Если у нас такой конечной процедуры нет, чтобы получить доказательство или контрпример, то мы не можем предполагать, что проблема гипотезы имеет определенное истинностное значение. Вот. Ну и говорит, давайте теперь мы представим, что как бы выглядело неформальное доказательство вот этой самой проблемы гипотезы Гольбаха. Гипотеза Гольбаха, напомню, это то, что всякое натуральное число больше четырех состоит из суммы двух четных чисел. По-моему, так она звучит, если я не ошибаюсь. Говорит, как мы можем проверить, что это действительно работает. Мы должны, опять же, за какое-то конечное количество шагов, в принципе, безошибочно получить общезначимость. Ой, вот он вопрос задает. Должны ли мы, в принципе, за какое-то конечное количество шагов получить безошибочно общезначимость любого потенциального информального доказательства? Говорит, если нет, то мы не можем принять, что утверждение П, это общезначимое доказательство, имеет определенное истинностное значение для всякого П, не нарушая интуиционистских принципов. Ну вот он отмечает, что если мы будем говорить о формальных доказательствах, то у нас есть такая процедура. Но вся его идея рассмотреть, ну, короче говоря, что идея неформальных доказательств, она выводит нас за пределы формальных систем. Ну вот он еще раз, то, что вначале уже было сказано примерно про Цермела Френкеля. Здесь он примерно то же самое делает с арифметикой Пиано. Что он говорит? Он говорит, что если мы предполагаем, что аксиомы и основные какие-то принципы арифметики Пиано общезначимы, то в арифметике Пиано, опять же, этого не содержится по Геоделю, значит, нам нужна арифметика Пиано и доказательство того, что там все нормально, непротиворечиво. Ну и тогда мы как бы в определенную бесконечность потом уйдем. Ну не в бесконечность, нам нужно будет сделать еще один шаг и потом еще один шаг. И так мы будем очень долго доказывать одно и то же. И в итоге все наше построение тоже будет до конца не полным, по большому счету. Вот. И вот он задает вопрос, что как... Не вопрос задает, ставит проблему, что зависит, что то, насколько далеко мы можем пойти вот в таких построениях, это такой достаточно сложный, сомнительный вопрос. И, судя по всему, это неразрешимая проблема, так как это будет противоречить неопределяемому расширению понятия доказательств. Вот. Ну еще отмечаю, что там была довольно интересная идея про Элтры. Вот. Что мы можем построить идею разрешимости нашего неформального... Ну мы можем свести разрешимость и неформальное понятие доказательства, предполагая, что П не считается доказательством, пока у нас нет сомнений, что это доказательство. Замамная такая идея. Вот. Ну он отмечает, что это просто как бы не решение проблемы, а смена предиката, который точно так же непонятен. То есть что значит, что у нас нет сомнений? Вот. Это немножко непонятно. Ну вот он сейчас начинает говорить про некоторую эвристику. То есть с точки зрения Вивера, вообще доказательства тесно связаны с эвристикой, конечно, а для него понятие неформального доказательства в принципе эвристическое. Идея в чем заключается? Ну, во-первых, она заключается в том, что в соответствии с понятием дамита вот этого вот неопределяемого расширения у нас всегда не совсем понятно, о каком множестве индивидов мы говорим, раз может быть вот это самое расширение. А и с другой стороны, эвристичность может быть некоторым способом увеличить пул индивидов, которые попадают под С, ну, под определенное понятие. Ой, господи. Тяжело на русский переключиться. Это имеется в виду, что, в общем, мы с такими понятиями можем работать при помощи эвристичности, если вкратце. Вот. Далее он отмечает, что есть такой вопрос, возможно ли разобраться, что ли, как-нибудь как-нибудь с эвристическими вот этими понятиями, или эта категория слишком размыта, чтобы с ней работать в принципе. Ну и вот он отмечает, что есть самый простой способ работы, это натуральная дедукция. Натуральный вывод, видимо. На самом деле он отмечает, что в принципе натуральная дедукция, она сама по себе достаточно эвристична. Ну и там вот приводит пример, что если у нас есть А, то мы можем вывести А или Б. Теперь он рассказывает вот о так называемой доказательной интерпретации логических символов. А конъюнкция Б будет означать, что доказательства А существуют только вместе с доказательством Б, а доказательство А или Б будет либо доказательством А, либо доказательством Б. Ну и там про импликацию, например, что если есть доказательство А, то у нас есть доказательство Б. И он говорит, можно ли под такой интерпретацией вывести А дезюнкция Б из А. Что если есть доказательство А, мы можем легитимно вывести, что есть доказательство А дезюнкция Б и доказательство А или доказательство Б. Ну и говорит, что да, есть такая возможность. Я подробно рассматривать это не буду. Единственное, отмечу, он здесь вводит такую штуку, он говорит, нам, в принципе, не особо важна, опять же, некоторая значимость вот этого вот самого доказательства. То есть он говорит, что для того, чтобы проверить, работает эта штука, мы можем заменить понятие «доказано» на понятие «виксл». Я, если честно, ни разу не встречал это, может быть, это какая-то штука известная, но я этого не знаю, поэтому я просто буду говорить «виксл». Ну, я так понимаю, что это слово, которое никак не переводится, но, во всяком случае, я не смог найти перевод. И о чем здесь идет речь? Он говорит, давайте представим, что «а» дизюнкция «б» является «виксл», только если «викслом» является «а». Ну, и как бы это же, несмотря на то, что «викслом» ничего не означает, в принципе-то, но, тем не менее, вот с этими самыми «викслами» мы можем работать в натуральной дедукции, и все будет нормально. Вот, такие дела. То есть, он говорит, что мы можем, что наш вот этот подход с «доказано» позволяет использовать натуральную дедукцию, и все будет нормально работать. Далее, он к очень важной вещи обращается, которую, я признаюсь, не совсем понял в «серквалити» или, ну, кругу аргументации, видимо, вот это имеется в виду. То есть, что есть вот некоторое важное следствие, является ли понятие «доказательство» эвристическим. Если понятие «доказательство» является эвристическим, можем ли мы тогда, не можем ли мы тогда выйти из предположения, что все доказательства вообще значимы? Вот. Как я сказал, я не очень понял вот эту часть, вот, и поэтому я о ней, наверное, вам ничего особо сказать не смогу, потому что, ну, здесь идут некоторые рассуждения о том, что, опять же, про разрешимость доказательства, и он говорит о том, что в итоге, если мы берем, что доказательство, берем идею, что доказательство – это эвристическая штука, то мы можем, опять же, выйти в некоторый круг в аргументации, когда у нас будет доказательство, общезначимость доказательств будет объясняться тем, что доказательство общезначимости всех аксиом у нас будет доказываться какой-то другой аксиомой, и потом нам нужно будет выбирать еще третью аксиому, чтобы доказать все это, и потом мы будем возвращаться к первому аксиому, Но, видимо, вот как-то так. Ну, как я сказал, я эту идею не очень понял. Вот, несколько смутно здесь все изложено. Если, ну, кто-то тоже читал, у кого-то есть какие-то идеи, объяснения, я буду рад послушать, потому что, опять же, я что-то как-то запутался здесь. Где я не запутался, это вот X-False. Ой, вот бед. Я в латыни не силен, поэтому извиняюсь, если я неправильно произвел. Но это вообще закон, согласно которому из противоречия следует все, что угодно. То есть, он говорит, что вообще, как бы, мы можем этот закон использовать. Что он вообще означает? Ну, он означает, что если у нас есть какое-то зафиксировано, какое-то противоречие, то из него следует все, что угодно. Есть разные способы определения этого закона. Ну, простейший пример, вот 0 равно 1. То есть, если у нас верно, что 0 равно 1, это означает, что вот этот значок равенства, он может верно связывать неравные между собой числа. Вот. То есть, и 2 будет равно 3, и 4 будет равно 5 и так далее. А что можно сказать по поводу того, почему все, что угодно, это следует? Ну, у нас же есть определение, согласно которому значок равенства связывает, верно связывает равные числа. Ну, и тогда у нас получается, что у нас абсолютно все случаи подстановок в этот значок равенства будут истинными. Вот. Такого бы, конечно, не хотелось, потому что теория, где все истинно, она, конечно, замечательная, но довольно бесполезная. Вот. Он говорит о том, что вообще, конечно, с этим законом есть, ну, есть против него некоторые возражения. Вот. Ну, он их так, вкратце говоря, отбрасывает, но он как бы сам вкратце их вот здесь вот просто отбросил и все. Вот. Далее он переходит к тому, что, ну, у него уже, видимо, была какая-то работа об этом, и он говорит, что некоторые читатели говорили, что он, ну, ошибся, что он определил вот этот вот самый круг в аргументации, что определение круга в аргументации через вот этот самый закон того, что из противоречия следует все что угодно, не хуже, чем круги в аргументации, которые присутствуют в обычных стандартных правилах дедукции. Для примера, в каком-нибудь правиле, например, что при А мы можем вывести А или Б, на самом деле это правило тоже страдает от круга в аргументации, потому что доказательство, которое устанавливает А, может само по себе применять это правило. То есть, может быть, само А было выведено как-то тоже из этого правила. Вот. Минуту, у меня тут что-то все свернулось. Ага. Вот. И он говорит, что, ну, может быть, тогда это вообще примерно то же самое, что и то, что он обсуждает. Это просто некоторое свойство натуральной дедукции, натурального вывода. Ну, Вивер отмечает, что нет, это разные вещи, потому что некоторая вот эта вот круговость в аргументации, которая присутствует в правиле из А дезинюкция Б, выведение А дезинюкции Б из А, это не та же самая, и для того, чтобы это продемонстрировать, он приводит два примера. Опять заменяет доказательства на викслах и смотрит. Вот в первом случае, если есть виксел А, тогда есть виксел А или виксел Б. И второе, любой виксел из А или О 0 равно 1 может быть конвертирован в виксел А. И вот он говорит, что нам не надо знать ничего о викслах для того, чтобы установить то, что написано в первом пункте, а вот для того, чтобы установить, чтобы понять, что написано во втором пункте, нам надо знать, что такое эти самые викслы, чтобы любого виксла из 0 равно 1 переделать в виксла А. Вот, короче, опять некоторая такая семантическая сторона у нас возникла. Он говорит, что для того, чтобы прояснить это разделение, мы должны понимать, лучше понимать, что вообще не так с этими самыми кругами в аргументации. у нас есть опасность в избежении, нужно избегать опасности того, что, ну, нужно избегать опасности того, что обоснование х имплицитно содержит, что х верно. Почему? Потому что, опять же, если мы будем опираться на такую идею, то у нас, мы опять же выйдем к опасности идеи, что у нас как бы предполагается, что все доказательства вернут. Вот. Ну, он здесь подробно описывает эту группу аргументации, я как-то вкратце его описал. Так. Вот. Ну да, здесь он то же самое примерно говорит, опять подставляет викслов. Ну, и, в общем, говорит, что идея с этим самым, с идеей, идея, что все доказательства корректны, точнее, правильны, это опасная идея. Другое возражение, которое я получил, оно было про modus ponens. Ну, modus ponens в терминах доказательства будет звучать следующим образом. Если есть доказательство А, А и процедура, которая превращает любое доказательство А в доказательство Б, мы можем получить доказательство Б только если процедура работает. Говорит, что здесь могут быть некоторые проблемы с этими кругами в аргументации. Говорит, может быть, само понятие процедура, которая успешно конвертирует доказательство в доказательство, является юристическим. Более того, может быть, мы можем применять общезначимые доказательства, чтобы помочь сконструировать успешные доказательства вот эти вот конверсивные процедуры. Тогда общезначимость modus ponens будет требовать, чтобы все такие процедуры конверсии были успешны, что опять же будет требовать нас, чтобы все доказательства были общезначимы, включая доказательства, которые делают, условно говоря, которые делаются modus ponens. Говорит он, что это, конечно, хорошее возражение, но оно не критично, потому что разнообразие вот этих самых процедур конверсии между доказательствами, которые нужны, они на самом деле не такие большие в определенных, в некоторых, ну, в типичных формальных системах. Для примера, такая процедура, если есть доказательства А и доказательства Б, и доказательства, что Б, которое предполагает А, тогда мы можем получить доказательства, сделать доказательство Б. Вот. То есть, короче говоря, суть его идеи. Да, возражение хорошее, но так как нам много вот этих процедур конверсии не надо, то мы как бы можем их ограничить и тогда, ну, четко определить, и тогда у нас не будет этих самых кругов в организации. Ну и как бы разобравшись с некоторыми возражениями, которые, опять же, для того, чтобы их полностью понять, надо, видимо, прочитать его прошлую работу и почитать эти самые возражения, которые были на его прошлую работу, он переходит к так называемой минимальной логике. Ну и говорит, что основные правила натурального исчисления для минимальной логики, они вот такие. Я их проговаривать не буду, просто можете посмотреть, они самые такие стандартные. Вот. Выпоминает, что еще есть правила для квантеров. Ну и говорит, вот, интуиционистская логика – это минимальная логика плюс правила, в соответствии с которым из противоречия остается что угодно. Классическая логика – это интуиционистская логика вместе с законом исключенного третьего. Вот. Про исключенное третьего хочется немножко поговорить. и утверждает, что когда эвалистические понятия используются, исключенное третье – это не очень такая общезначимая посылка, которую стоит использовать. Говорит о том, что Дамит уже это заключение обсудил и аргументировал в его пользу. Я так понимаю, проблема, опять же, в том, что, когда мы занимаемся квантифицированием над вот этими понятиями, которые неопределенно расширяются, то у нас там могут случиться подстановки такие, когда закон исключенного третьего будет ложен. Вот. Что еще можно сказать по поводу этого самого закона исключенного третьего? Он приводит в пример, что понимание… Еще очень важно для этой проблемы понимание классической интерпретации истины и неклассической интерпретации истины, там чуть-чуть их будет позже разбирать. Мы можем понимать истину, что нечто имеет место, и тогда у нас снова возникнут некоторые проблемы. Он их чуть позже будет разбирать. Вот. Значит, он говорит, что в принципе с классическим интерпретациям истинности, ну, я так понимаю, что речь идет о классических таких понятиях тоже, у нас нормально все с обоснованием закона исключенного третьего. Когда у нас возникают проблемы, которые это выше поднимал, он говорит, что мы просто заменяем множество на множество достижимого уровня, вроде так называется на русском, или порядка, по-моему, уровня. Если у нас речь идет о недостижимых кардинальностях, то мы идем к какому-то, мы обращаемся к какому-то большему кардиналу. Грубо говоря, всегда может быть какой-то способ, который переводит как бы в прошлом сконструированный, в прошлом определенный метод конструирования. Таким образом, всегда можно обосновать закон исключенного третьего через реинтерпретацию системы в определенной игрушечной вселенной. Примерно так. То есть, у нас есть какие-то понятия, которые вот эти самые дамитовские, неопределенно расширяющиеся, и мы просто эти понятия, неопределенно расширяющиеся, будем заменять на какие-то понятия, которые, видимо, не являются таковыми, и тогда у нас все с законом исключенного третьего будет нормально. Он будет работать. Он отмечает, что вообще-то в его вот этих условиях, в эвристических его установках, они, у него там все по-другому. И даже когда мы работаем в этой самой игрушечной вселенной, может быть невозможно определить, какие именно индивиды подпадают под определенные эвристические концерты, понятия. для примера, возьмем эвристическое понятие определимости, насколько я понимаю, definability, в таком определении с наименьшее натуральное число, неопределяемое в 10 английских слов, парадокс Берри, так называемый. То есть если мы даже ограничимся конечным множеством всех случаев вот этих самых 10 слов, мы все равно получим этот самый парадокс. Я про парадокс Берри знаю не очень много, но выглядит довольно забавно, надо будет потом посмотреть, что там такое. Ну, в общем, он, короче говоря, определил вот этот вот свой некоторый фреймворк работы, то есть у нас натуральная дедукция, натуральное исчисление с заменой, ну, не с заменой, а с интерпретацией всяких переменных через доказуемость, через наличие доказательства. Ну, и вот он так вкратце ее объясняет. Опять же, мы должны говорить, вот давайте мы попробуем разобраться в принципе с доказуемостью. Вводит предикат доказуемое А, которое означает, что есть доказательство формулы А, с гёдлевым числом, ну, вот А с этими самыми уголками. И не просто доказательство внутри какой-то формальной, конкретно формальной системы, а семантически общезначимое доказательство в неформальном смысле. Ну, он говорит, что так как доказательство понятия эвристическое, то классическая логика не будет работать. У нас вот этот закон, что из противоречия следует все что угодно, может быть обоснован, но закон исключенного третьего, скорее всего, нет. Какие аналогические аксиомы мы можем использовать? Можно ли утверждать, что А эквивалентно доказуемо, что А? Обращаясь к этому вопросу, мы должны вспомнить, что у нас понимается, логические символы интерпретируются вот в этом доказательном смысле, это будет означать, что всегда доказательство всякого А может быть переделано в то, что есть доказательство, доказательство А и наоборот. И он отвечает, что один случай верен, то есть, если у нас есть доказательство А, мы можем получить доказательство, наоборот, если у нас доказано, что А, то доказано, что доказано, что А, мы можем получить, что доказано А. Вот. То есть, таким образом, мы принимаем аксиому, что из доказано А следует, что доказано, что доказано А. А в обратную сторону, как он говорит, эта штука не работает. Ну, хотя вот он начинает с того, что вообще есть основания принимать его. У нас, так как мы мыслим в рамках конструктивизма, то у нас доказательство некоторого объекта предполагает, что мы можем, что доказательство предполагает, что у нас есть средство его сконструировать. Таким образом, любое доказательство, что есть доказательство А, должно, если оно выполняется, давать нам доказательство А. Но он говорит, что этот аргумент не будет работать в том же самом смысле, в котором обоснование того, что из противоречия следует все что угодно, не работает. Он говорит, что тогда для этого требуется, чтобы любое доказательство, что А, имело доказательство, доказательство, включая доказательство, которые могли бы использовать аксиому, что вот это вот пруф А, следовательно, и именно это производит доказательство А. И мы снова пришли к проблеме, что у нас должно быть, должно предполагаться, что у нас все доказательства верны в общем. Таким образом, в обратную сторону нельзя принять работу. то есть у нас только из А следует, из доказательства у нас следует, что доказано, что доказано, что А, вот, но не наоборот. Ну, вот здесь вот несколько аксиом выводят. В принципе, это, ну, опять же, такие стандартные определения, что ли, логических связок, как они друг друга переводятся, вот, примерно. Можете посмотреть, то есть это такие формальные штуки. Вот. что он теперь собрался делать с парадоксом на Жилсата? Говорит, давайте представим, что L, это вот то самое из самого начала предложения, что данное высказывание недоказуемое. Вот такой способ формализации он предлагает, что высказывание L, это на самом деле доказательство, что доказано, что не L. Вот. Давайте, говорит, сделаем подстановку, то есть вообще, строго говоря, мы можем понимать, давайте представим точнее, что L истина, тогда у нас будет доказано, что неверно, что L по определению, но так как у нас из L следует доказано, что L, мы получаем доказано, что доказано, что L, вот, и таким образом у нас будет противоречие, и мы доказали, что 0 равно 1, ну, то есть противоречие получаем. Вот. Но только в рамках, да как опять же у нас интуиционистская система, в этом нет ничего страшного. Ну, и в обратном случае мы получаем то же самое. То есть он говорит, вот у нас есть реальные информативные заключения, а L, оно содержит, что противоречие доказуемо, доказуемо, а его абсурдность абсурдна. Замечательно получился вывод. Вот. То есть в действительности как бы парадокс, ну, как можно сказать, парадокс не парадокс. Его парадоксальность парадоксальна, мы это доказали, и в общем все нормально. Примерно так. И не могу сказать, что я как-то сильно стал счастлив от этого решения, этого парадокса, но получилось же. В следующем пункте он разбирается, может быть, у нас есть какие-то истории, связанные с местью лжеца, так называемый. Смысл ее в том, что всякий раз, когда появляется какая-то попытка, парадокс лжеца решить, то сама это, и она успешной, и успешной становится, то потом само это решение падает жертвой специально сконструированного возражения. Ну вот он отмечает, что его решение никаких особых таких проблем вместе не несет, потому что мы как бы не пришли ни к какому определенному заключению о высказывании L. Мы его не приняли, мы его не отвергли, не предполагали, и нам не обязательно принимать никто не другое. У нас нет исключенного третьего, поэтому мы как бы не обязаны вставать ни на ту, ни на другую позицию. Мы принимаем, что отрицание L абсурдно, но так как у нас нет исключенного третьего, это у нас не ведет к L самому, то есть парадокс не замыкается. Вот, примерно такое его решение, то есть здесь он еще просто на одном примере это разбирает, там некоторые детали. Ну и вот теперь он говорит самое то, что интересное, можем ли мы наш результат, полученный в терминах, доказательности перевести к классическому парадоксу лжеца, который не про доказательность, а про обычную истинность. Вот, он говорит, что мы можем просто определить истинность как доказуемость, и ну это проблемно, потому что доказуемость это эвристическое понятие, а наши интуиции говорят, что все-таки истина это какое-то очень четкое понятие, то есть если истина, это точная истина с доказуемостью, у нас некоторые такие эвристические истории возникают. Ну и он разбирает подходы, в соответствии с которыми мы можем формализовать истинность так, чтобы она была вот в этом самом четком смысле понималась. Разбирая два подхода, я подробно на них останавливаться не буду, потому что, ну, они в принципе известны, то есть одна идея это концепция истины титарского, в соответствии с которым некоторая последовательность слов истина от N и потом там применяется эта самая истинность индуктивно, если, во-первых, оно не содержит слова истина для каждого там K больше либо равно N и два и во-вторых, что оно как бы предполагается, что это имеет место. Вот. Он говорит, что здесь у нас возникает проблема иерархии истинностных предикатов, каждый из которых вычисляет предложения, которые вовлекают истинностные предикаты на низших уровнях. Другую идею предложил Крильке, он без иерархии предикатов вошелся, у него один предикат истинности, вот, просто есть несколько стадий. На стадии ноль мы определяем что мы определяем, что на стадии ноль мы определяем, что предложения не должны содержать слово истина, на стадии два мы определяем истинность предложений, которые отсылают к предложениям стадии ноль и так далее. То есть, по сути, похожая идея, только с одним предикатом без множества. Вот. Как я сказал, подробно обращаться не буду в детали вдаваться, он просто говорит, что на самом деле и та, и другая концепция истинности, она не особо представляет истину в не совсем четком виде, и, опять же, они обращаются с истиной не совсем так, как наша интуиция что-либо подсказывает. Наоборот, ну и в обратную сторону он говорит, возвращаясь к идее, что может быть истинность, она у нас очень близка к доказуемости, может быть, это одно и то же, одно и то же, он говорит, что это вообще-то соответствует нашей интуиции, вот, потому что истина для нас это, условно говоря, никакая-то ни иерархия, ни стадии какого-то исчисления одного предиката, истинность для нас с точки зрения наших интуиций это такая штука, в соответствии с которой мы можем, например, пойти посмотреть, пойти доказать то же самое, то есть истинность близка на самом деле к доказуемости. Ну и вот здесь он отмечает, что есть возражение, что интуиционист доказуемость неадекватна для случаев математических истин, ну он отвечает, что вообще некая слабость интуиционистской математики, она вообще не особо связана с особенностями интуиционистской логики, вот, это скорее вопрос про то, что интуиционистская математика отвергает бесконечность, вот, ну то есть такие идеи, что вообще-то интуиционистская логика, она не обязательно должна такие же слабости иметь, что интуиционистская математика. Вот, ну и в завершении он опять же возвращается к этому самому выводу, он говорит о том, что мы, конечно, можем определять истинность, как мы хотим, и есть определенные моменты в теориях, подходах Тарского и Крипти, которые мы бы хотели, чтобы у нас были, вот. Ну, он говорит, что если мы можем, если мы принимаем любую, любое из этих определений, то мы можем, наверное, просто игнорировать проблему вместе, лошадься, но хотя мы можем неформально доказать, что вот это вот самое лгущее предложение не является фундированным и не является истинным, вот, и потому что, ну, это не важно, потому что истина не вычисляется вместе с доказуемостью, вот. Короче, такой несколько открытый вывод у него получается по данной теме. У меня, наверное, все. Буду рад услышать ваши комментарии, вопросы и все прочее. Спасибо, Илья, очень интересно. Я вот мне не совсем понял, когда автор предлагает свою статью, считает ли он самого себя интуиционистом? Доказательство от противного, оно как бы исключается из интуиционистских логин. Как же он считает себя если он использует доказательство от противного? Не, не, я понял. В каких конкретных случаях вы говорите, что он использует доказательство от противного? Ну, я несколько раз слышал, предположим, то-то и то-то, пришли к противоречию, значит, не то-то и то-то. А, понял о чем. Все хорошо. Ну, что сказать? Нет, на самом деле, я так сходу-то не припомню, чтобы он именно на этом опирался. Мы не столько там приходили к противоречию часто, сколько к идеям, которые нам не хотелось бы иметь. То есть, вот такая штука получается. То есть, допустим, взять тот же самый пример с тем, что из противоречия следует все, что угодно. Как понял я его интерпретацию, то есть, ну да, получили мы некоторое противоречие, из него вроде как следует все, что угодно, вот, но его интерпретация вроде бы она не в том, что это плохое противоречие и так далее. Нам просто такую интерпретацию не надо, не хотелось бы, вот, потому что она не соответствует нашим целям, хотя здесь тоже некоторая противоречивость присутствует. и поэтому мы будем делать какую-то другую интерпретацию. То есть, я не видел у него прямо жестких таких, типа, пришли к противоречию, все, развернулись, и пришли обратно. Может быть, я что-то не так интерпретирую. Может, он и не приходил к противоречию, но вот схема какая-то такая, да более знакомая, и по сути она должна доказываться словами. Мы получили противоречие, следовательно, предположение ошибочное. Вот. Если я не буду произносить эти слова, но размышлять в такой последовательности, как размышляет автор, буду ли я интуиционистом? Не в словах же дело, в конце концов. Насколько я поняла, при чтении статьи он как раз аргументирует против этого правила, доказательства от противного, потому что он показывает, что с его помощью мы можем получить парадокс, а если у нас этого правила нет, тогда мы парадокса избегаем. Но, опять же, насколько я поняла, он называет логику без этого правила минималистской и считает, что интуиционисты в каком-то виде его все-таки принимают. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Да, примерно так и было у него. Он называет минимальную логику с вот этим самым правилом насчет того, что из противоречия следует все что угодно, а действительно интуиционисты. Вот, но единственное, что он говорит, что так, я сейчас, давайте еще раз текст найду, точно, как он это формулирует. совершенно четко он говорит, что интуиционистская логика это минимальная логика плюс вот это правило, что из противоречия следует все что угодно. Тогда непонятно. А почему по-вашему интуиционисты должны отвергать это правило? Ну, вроде в литературе постоянно говорят, что интуиционисты должны отказаться от доказательств через противные. Ну, да, в литературе основаны на законе исключенного третьего, а не на законе противоречия. На законе исключенного третьего, не на законе противоречия? Ну, да, чтобы доказать что-то через нахождение противоречия, нам нужен еще закон исключенного третьего. Просто в любом случае, если у нас есть закон противоречия, тогда не получат. Ну, как бы у нас сразу проблем никаких нет, то есть нашли мы противоречия, У нас потом все истина теории. Это же тоже как-то нехорошо. Продолжение следует... В следующем смысле. То есть мы сначала допускаем, что нечто имеет место. Из этого выводим противоречие. Но единственное, что мы получили, это доказательство для импликации. Из того допущения мы можем получить противоречие. И все. То есть это доказательство для импликации. Но у нас нет доказательства для изначального утверждения. Поэтому противоречие мы не получаем. И мы не можем делать вывод о том, что наша гипотеза, то допущение является неверным, потому что у нас нет закон исключенного третьего. Вот и все. То есть в интуиционизме это не будет доказательством. Если мы приняли какую-то гипотезу, это не значит, что мы ее доказали. Ну да, так понятно. Петро. Тогда возникает второй вопрос. С Гёделем и границами содержательности для логик. Как я понимаю, ограничения Гёделя начинают действовать на каком-то уровне. Есть, по крайней мере, какая-то нижняя граница, связанная с формальной арифметикой, с которой мы уже не можем доказывать аксиомы, все аксиомы для формальных систем. Первый вопрос. Есть ли верхняя граница? И второй вопрос. Как формальная арифметика соотносится с минималистской логикой? Ну вот у меня подозрение, что верхняя эта граница есть. Но я где-то встречал, что парадоксы лжеца уже не будет в достаточно содержательной, в очень содержательной формальной системе второго порядка. Что парадоксы лжеца не возникают во второпорядковой логике предикатов. За верхней границей. Ну, а с нижней границей я просто не в курсе, как соотнести формальную арифметику с минималистской логикой, и поэтому не понимаю. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . 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 Ну, да, а вторая, вторая, значит, вторая, второй урок состоит в том, чтобы, значит, ну, да, в том, чтобы принять содержательное понятие доказательства, но при этом отвергнуть правила, закон противоречия или там этот вот принцип. Что из противоречия следует, что из противоречия следует все, что угодно, и тогда парадокс у нас не получается. Может быть так, я только, наверное, недостаточно разбираюсь в понятии доказательства, как-то не могу сразу все хватить. Как мне показалось, тут затруднение состоит в том, что в рамках интуиционизма понятие доказательства предполагается в качестве разрешимого понятия. То есть мы всегда можем определить, является нечто доказательством или не является. И это вызывает проблемы. И он говорит о том, что это можно проиллюстрировать на примере обоснования принципа, что противоречия следует все, что угодно, потому что в обосновании этого принципа у нас имеется круг в аргументации. Мы предполагаем, что все доказательства являются верными, ну, то есть общезначимыми. Если бы мы не предполагали этого, то у нас не было бы обоснования для закона вот этого принципа, что из противоречия следует все, что угодно. И он говорит о том, что, в общем, ну, то есть интуиционизм, он предполагает все-таки разрешимость, но из-за этого возникают парадоксы с понятием доказательства. Если мы заменим понятие доказательства, как, например, понимается оно дамитом, как неопределенно расширяемое понятие, на его вариант эрористического понятия, то тогда мы не будем иметь вот этой вот, ну, у нас не будет возможности делать круги в аргументации, поскольку мы уже отказались от гипотезы о том, что всякое доказательство является разрешенным. Ну, то есть понятие доказательство является разрешенным. Соответственно, у нас парадоксы, вот это вот не будет возникать. Очень правдоподобно, очень правдоподобно. Мы как бы убегаем от гильотины Гёделя, рассыряя формальную систему, переходя к другим формальным системам. Что-то мне на это напоминает. В конце концов, те сложности, которые возникают в связи с результатами Гёделя, обходятся некоторым внешним образом. И мы можем хитро перейти от одной фиксированной формальной системе к другой формальной системе и так далее до бесконечности. Ну, может так. Хотя я не уверен, что именно так он предлагает бегство от гильотины Гёделя. Не знаю. Ну, то есть тут получается, что в параграфе 3.1, когда он рассуждает о вот этой вот эквиваленции между А и доказуемо, да, и он потом последовательно рассматривает эмпликацию в одну сторону и эмпликацию в другую. И он говорит о том, что если из А эмпликация доказуемо, мы можем принять этот принцип, то в обратную сторону мы принять его не можем, поскольку там у нас содержится точно такой же круг в аргументации, как содержался в аргументации в пользу принципа, что есть противоречие, следует все что угодно. Но, тем не менее, в рамках интуиционизма этот принцип принимается. И если он принимается, вот когда у нас есть парадокс? Если он не принимается, тогда у нас парадокса нет. Так. А он, видимо, должен приниматься, да? Ну, по идее, в рамках интуиционизма, если у нас есть доказательства о том, что существует доказательство для какого-то утверждения, то это значит, что у нас есть процедура, соответственно, построить доказательства для этого утверждения. Вот. Там объект. Да. Да. Надо, наверное, над этим подумать еще. Да. Ну, пожалуйста, у кого еще, какие соображения? Я пока отключу микрофон, послушаю, ладно? Да. У меня есть вопрос к Альву, как к человеку, наиболее, наверное, знакомому с интуиционизмом, среди присутствующих. Вот. Если принять ту стратегию, которую предлагает автор, и, значит, отказаться от принципа, что из... А следует доказательства, то насколько это серьезные будет последствия иметь? Ну, во-первых, тут отказ от другого принципа делается, что есть доказуемо А, следует А. А, да, да, сори. Ну, мне лично осталось непонятным, почему здесь имеется тот же самый круг в аргументации, как и в обосновании принципа, что из противоречия следует все что угодно. Ну, то есть, я не понял, почему там есть такой круг. Я поэтому не понял, почему автору обязательно требуется отказаться от этого принципа. Но если мы ему поверим, что круг действительно есть, и откажемся, то чем нам придется пожертвовать еще? Я думаю, что интуиционизма тогда не останется. Ну, то есть, это какой-то базовый, один из базовых принципов, что вот если у нас есть доказательства, значит, мы знаем, как построить объект. Значит, у нас, ну, то есть, вот есть процедура вот эта. А если мы от этого принципа откажемся, то тогда у нас все нет интуиционизма. А можно ли построить интуиционистскую логику менее богатую, чем формальная арифметика? Что-то вот он к натуральному исчислению все. Ну, натуральные исчисления же это просто, ну, один из теоретико-доказательных методов. Он как бы к арифметике-то не относится. Ну, я имею в виду, формальная система должна быть насколько-то менее содержательной по сравнению с формальной арифметикой для того, чтобы Гёдель успокоился. Ну, так, интуиционистская логика в ее обычном виде точно так же, как и классическая, например, она намного менее содержательна по сравнению с арифметикой. По сравнению с формальной арифметикой? Ну, да, мы должны добавить какие-то содержательные понятия для того, чтобы у нас получилась формальная арифметика. Нам надо 0 обязательно, функцию следующего числа и смажение, умножение. Ну, а тогда почему мы боимся Гёделя? Ну, Гёделя мы, в общем, не особо боимся. То есть, в чем, Дмитрий Владимирович, затруднение-то с Гёделем, по вашему мнению? Ну, вроде бы автор стремится к тому, чтобы говорить о доказуемости всех без исключения аксиом. И, вроде бы, согласно Гёделю, это нельзя. Мне не совсем понятно, что предполагается под доказуемостью всех без исключения аксиом. Ну, как бы, по Гёделю у нас должны быть истинные, но недоказуемые положения. А автор статьи стремится, вроде бы, избежать таковых. Или мне это показалось? Ну, я не видел такого в статье. Более того, если мы следуем за автором, предполагаю, что понятие доказательства не является разрешимым, то есть мы понимаем его эвристически, как он предполагает, то так давно получается, что есть некоторые утверждения о доказуемости чего-то, которые мы не можем доказать. Ну, это хорошо. Да, это как-то утешается. Если мы можем говорить о доказуемости, не умея доказать, то всё в порядке. Может, в этом и смысл, понятие эвристическое доказательство? Ну, вот если обратиться к тому параграфу, где он вводит это, это 2-2, эвристические понятия. И тут он их сравнивает с дамитовскими неопределенно расширяемыми понятиями. То есть он говорит, что вот, допустим, относительно неопределенно расширяемых, если некоторое понятие является неопределенно расширяемым, то тогда мы всегда можем произвести или найти новые индивиды, которые подпадают под это понятие, но в то же время выходят за набор индивидов. То есть мы можем найти некоторых новых индивидов, которые раньше не входили в объём понятия, но при этом наше понимание этого понятия не изменится. Ну, замечательно. А относительно эвристических понятий у нас получается так, что мы можем расширять этот самый объём понятия, но тогда мы как бы меняем наше понимание. Так, интересно, да. Нам надо, Дима, смыслить это как-то. Ну, ладно, я пока слушаю других. Продолжение следует... Лично для меня всё равно остаётся основной проблемой – это понять, что же такое эвристические понятия. Потому что если у нас нет эвристических понятий, то у нас вообще нет всего, что дальше происходит в статье. Так вы же вроде только что объяснили, что это такое. Ну, мне непонятно, что это значит. Он здесь приводит пример вот этой самой гипотезы Гольдбаха, которая вообще, если честно, в правильном виде представляется, как все числа больше двух являются... Все чётные числа больше двух представляются в виде суммы двух простых чисел. Вот эта гипотеза Гольдбаха. Ну, и он тут говорит, что, ну, как бы, да, конечно, гипотеза Гольдбаха в какой-то момент может изменить свой статус с неизвестной, имеет она истинное значение или нет, на истинной. А, соответственно, какое-то потенциальное доказательство для этой гипотезы может изменить свой статус на неизвестной общезначимой или не общезначимой, на общезначимой. Вот, мне кажется, Лев, вы ввели очень хороший термин. Потенциальное доказательство. Он был уместный, был, я думаю, в статье, почаще употреблялся. Ну, возможно, но тем не менее, вот этот пример, он вообще мне никак не проясняет, что же такое эвристическое понятие. Ну, эвристическое понятие может быть в связательском положении, потенциальное, но мы не можем доказать. Мы предполагаем, что можно доказать. Ну, как-то так вроде. Ну, а чем это? Ну, то есть, вот, есть у нас вот эти вот, да, метод, метод, методское понятие, неопределенно расширяемое. То есть, мы имеем понятие доказательства, что вот доказательство должно быть вот таким вот, допустим, да, вот это наше понятие. Мы знаем сейчас пять доказательств, например. Среди них нет доказательства для епотезы Гольбаха. Завтра мы доказали епотезу Гольбаха, и теперь мы знаем не пять, а шесть. Мы расширили наши, ну, объем нашего вот этого понятия, да, но являются неопределенно расширяемым. То есть, мы нашли новые доказательства, новый объект, который подпадает под наши понятия. Наши понятия при этом не поменялось. Ну, вот. А здесь автор говорит о том, что есть какие-то эвристические понятия, которые мы расширяем путем изменения их смысла. То есть, мы придумали какой-то новый смысл для доказательства, и теперь у нас доказательство для гипотезы Гольбаха появилось благодаря этому. Да, это как-то сложнее получается система, чем просто потенциальное доказательство. Тут все меняется. Все меняется, так сказать. Насколько я поняла, значит, автор имеет в виду, что у нас появляются не просто новые доказательства, а новые способы определять, что такое доказательство. То есть, новые способы конструирования доказательств. Новые способы доказывания, да? Да-да-да-да. Доказывания. Вот-вот-вот, это где-то близко, мне кажется. Да, но что такое новые способы доказывания? Ну, например, мы сейчас доказываем без применения насилия, а можно доказывать с применением насилия. Ну, это прекрасно. Мне кажется, это будет уже не совсем доказательство в рамках логики или математики. Ну, в рамках логики, да, как-то плохо. Нет, это будет доказательство вообще, любое. Да, как-то мы слишком далеко за рамки логики можем выйти, конечно. А тот, кто будет упорствовать и считать, что это за пределами логики и математики, мы будем принять доказательства путем насилия. Да, ну, безупречная позиция. Протогоры что-то мне напоминают. Вот у меня есть какой-то более близкий пример. Скажем, сконструировали новый прибор, который позволяет нам на уже известные нам объекты глядеть каким-то другим образом. Микроскоп, к примеру. И вот, значит, раньше у нас не было возможности доказывать путем наблюдения предмета через бикроскоп какие-то его свойства. А теперь он есть. Можно ли это считать новым способом доказывания или нет? Мне кажется, это некоторая хорошая аналогия к тому, как интерпретировать новые способы доказывания. Хорошая аналогия, да. Вот у меня есть такое соображение. Я еще чуть-чуть поподробнее посмотрел про этого автора и нашел, что у него есть замечательная книжка. Довольно короткая, но при этом очень хорошо написанная, как мне показалось, с непрофессиональной, скажем так, точки зрения. У него есть хорошая книжка про форсинг. Форсинг – это способ доказательства непротиворечивости и незавидимости к всего. И в частности, форсинг впервые так широко стал известен и популярен и, по-моему, даже разработал его Коэн, который завершил, скажем так, доказательства независимости от аксиома выбора от аксиом Цернила Фрэнкена. И потом еще по поводу континуум гипотезы тоже. У него есть результаты, которые тоже используют форсинг, насколько я понимаю. Вот, то есть, не знали, как получить соответствующее доказательство, пока не разработали вот эту вот концепцию форсинга, этот метод специальный. Но это как бы... С одной стороны, это можно считать, наверное, новым способом доказывать, но, с другой стороны, доказательства-то, в общем-то, не поменялись. В каком смысле они не поменялись? В том смысле, что тот же самый форсинг мы можем выразить такими-то конструкциями в рамках ZFC, и у нас тогда получается, что это просто некоторые... Ну, то есть, само понятие доказательства – это переход от одного шага к другому, обоснованный, где каждый шаг является, соответственно, либо аксиомой, либо полученный из предыдущих применения правил вывода. Правила вывода у нас заранее все известны. А метод форсинга – это, ну, скажем так, у нас огромная конструкция, которая представляет собой доказательство, она сворачивается у нас в какую-то одну строчку, условно говоря. Может быть, в этом эвристичность доказательства состоит, что, по сути, доказательства – это, конечно, всегда какие-то последовательности, как ты сказал, преобразования, но при этом, применяя разные методы, одно и то же доказательство может выглядеть вообще по-разному. А тот же самый форсинг для меня звучит как такой же эвристический прием, по сути. То есть, мы в итоге не знаем, какие еще мы придумаем приемы и как будут выглядеть доказательства будущего. Формально и токсически условно. Они те же самые, а содержательно это может звучать совершенно по-разному. Да, ну что для понятия доказательства важнее? Важно ли то, какие конкретные приемы мы используем? Используем мы форсинг или не используем? Знаем мы о нем или не знаем? Или же доказательства – это все-таки какая-то более определенная штука? Мы просто узнаем в процессе нашего исследования о том, что существуют какие-то новые доказательства, ранее не учтенные. А вот смотри, представим такое, что мы пытаемся что-то доказать, что доказать нашими текущими средствами принципиально невозможно. То есть, у нас нет, условно говоря, ресурсов интеллектуальных, и у наших интеллектуальных систем тоже, чтобы получить соответствующий результат, доказать что-либо. Более того, специфика доказываемого предмета такова, что всякий раз, когда мы будем, например, очень крутого робота загружать, и он будет пытаться что-то доказать в этом случае, то доказываемый объект, условно говоря, будет всегда на шаг впереди. То есть, он будет меняться. Я понимаю, что это фантастика полная, но тем не менее. И в таком случае только изобретение какого-то эвристического приема типа форсинга, который изменит принцип того, какие шаги мы друг из друга выводим и так далее, сможет помочь нашему ахиллесу догнать черепаху. Примерно так. То есть, я не знаю, насколько это реализуемо, но условно, вот пример, когда получение какого-то доказательства зависит от этих приемов. Ну, тут вот, как мне кажется, тут дело вот в чем. Мы, как люди, как ограниченные существа, конечно, можем знать какие-то, ну, там, скажем, доказательства определенной длины, допустим. Вот. И в какой-то отдельно взятый момент времени мы всегда знаем какое-то определенное количество этих доказательств. Да, сегодня мы знаем, допустим, 100 доказательств, а завтра мы нашли какое-то новое, и 101 теперь знаем после этого. Вот. Ну, дело в том, что если мы предполагаем все-таки вот этот вот редукционизм теоретико-множественный, что математика сводится к теории множественных, то тогда у нас получается, что в ЗФЦ мы могли построить все эти доказательства и раньше, просто у нас самих не хватало, как бы, ресурсов на это. Да. Как ты предлагаешь использовать терминологию с ресурсами. Да, нам не хватало мозгов для того, чтобы удержать в голове 102 доказательства. Но, тем не менее, оно уже как бы существовало потенциально. Ну, ну да. И в таком случае эвристика перенесется на синтаксис. Эвристика касается не семантики, а синтаксиса. Хотя синтаксис, конечно, порождает какие-то свои аспекты семантики. Я понимаю, конечно, что, ну, то есть, статья написана математиком. И в математике действительно есть такая особенность, что вот можно придумать какой-то новый способ доказательства и получить какие-то новые интересные результаты. И действительно так делается, собственно говоря. Но тут как бы одна из характерных черт математики состоит в том, что вот это вот там же доказательство в основном понимается неформальным способом. Если мы все-таки предполагаем, допустим, что у нас только формально есть. Но с другой стороны, тут опять же автор ведь и оговаривается, что понятие доказательства в интуиционизме является неформальным. Или ссылается там на Троэльструб, который предлагал интерпретировать нечто как доказательство, только если у нас нет сомнений в том, что это доказательство. Мне хочется как-то снова посмотреть на текст статьи, конкретно на то место, где он представляет этот свой вариант парадокса лжеца. Вот там, в скобочках, значит, написано там, как страница, 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 1, 4, 3, 8 внизу. Значит, сначала проверяем, что предположение, что л является доказуемым, ведет к противоречию. И потом выводим, значит, из этого, что л недоказуемо. И это является доказательством, что л недоказуемо, и тем самым является доказательством л. Вот это вот предложение, значит, это является доказательством того, что л недоказуемо, и тем самым является доказательством л. Не является ли оно примером того самого, значит, неформального или семантического применения слова доказательства, о котором, собственно, и идет речь. Ну, не может ли оно как-то прояснить понятие, вот это неформальное понятие доказательства, о проблемах, с которым автор говорит? Ну, вот это вот словесное рассуждение, как мне кажется, мы можем его всегда представить в виде формального доказательства, где мы будем просто осуществлять подстановку. У нас же ведь дано по определению, что л – это предложение недоказуемое. Так как мы получили что-то недоказуемое, значит, мы получили л. Значит, мы получили доказательство для л. Ну, вообще, не нужно ли нам будет расширять каким-то образом нашу формальную систему для того, чтобы посчитать это доказательством для л. и мне просто трудно прямо сейчас это все осмыслить в формальном виде, как оно могло бы быть представлено. Ну, я пока тоже сотрудняюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, так, если, значит, вопросов и соображений нет, остается поблагодарить, наверное, еще раз Илью, очень большой, глубокий, заставивший задуматься доклад. Спасибо. Спасибо.